Ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но стабилизируется, заявил глава МАГАТЭ, который посетил станцию. В Греции объявлен траур по жертвам кораблекрушения. Полиция допрашивает подозреваемых в незаконной перевозке людей. Огромная очередь из фур на въезде в Косово. Власти частично признаны республики, не пускают грузовики с сербскими номерами. Евроцентробанк вновь повысил ключевую ставку и пересмотрел прогнозы в сторону сокращения экономики. Ситуация серьезная, но меры для ее стабилизации уже приняты, так заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который вновь посетил Запорожскую АЭС. Специалисты агентства оценивали ситуацию на станции после прорыва дамбы Каховского водохранилища и на фоне усиления боевых действий. В частности, они констатировали, что уровень воды для охлаждения станции достаточен. Запорожье вместе с захваченной АЭС является одной из предположительных целей украинского контрнаступления. В Брюсселе, где прошло 13-е заседание в формате «Рамштайн», представители Киева заявили, что процесс подготовки к поставкам западных истребителей постепенно продвигается. Российские войска на этом фоне усиливают обстрелы украинских городов. По данным Киева, в ночь на четверг были запущены более двух десятков ракет и беспилотников, целью которых были Кривый Рог, Херсон, Харьков и Одесса. Большинство из них, по данным украинской стороны, были сбиты. Прорыв плотины Каховской ГЭС привел к затоплению десятков поселков и деревень по обе стороны Днепра. Миллионы тонн воды смывают огромное количество мусора, нечистот, сбрасывая их вместе с нефтепродуктами и загрязненным пестицидами илом в Черное море. Гигантский поток устремляется в сторону прибрежных стран и уже скоро достигнет их. Реклама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Института океанологии в соседней Болгарии считают, что поток отложений и загрязняющих веществ вряд ли достигнет Болгарского побережья. Допускаме, что не достигнет Болгарии. Казаха, что тяжело достанет до Румынии некогда. Но загрязнение токсичными отходами – не единственный риск для прибрежных государств. Надвигающаяся на них гигантская волна может принести с собой мины, подвергнув опасности плавающие в их водах суда. Мы здесь и мы в состоянии защитить себя. Судя по масштабу своих военных учений, такой сигнал посылает Россия и НАТО. В течение последних нескольких дней немецкие, американские, шведские и японские самолеты пересекали небо над Европой. Эти действия, несомненно, усиливают антизападную риторику Кремля. Ведь ответственность за войну в Украине Москва возлагает на коллективный Запад, в частности на НАТО. Войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Когда они им все говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. В 2019 году Эммануэль Макрон осудил отсутствие приверженности НАТО коллективной обороне и даже сказал, что альянс находится в состоянии смерти мозга. Но война в Украине все перевернула. Германия согласилась отправить танки, а Финляндия и Швеция отказались от своего нейтралитета. Однако по поводу интеграции Украины в НАТО единого мнения у стран блока нет. Некоторые государства-члены Североатлантического альянса, например, Франция и Польша, против безотлагательной интеграции Украины. Взамен они предлагают предоставить ей большие гарантии безопасности. Так или иначе, приоритет для всех это победа Украины в войне. Планы и стратегии альянса на ближайшее и отдаленное будущее будут определены на саммите НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля. Греческая полиция допрашивает 8 человек, их называют египтянами, спасшихся с затонувшей лодки, перевозившей мигрантов. Их подозревают в том, что они организовали незаконную перевозку людей, набив более 700 пассажиров в трюмы на палубу небольшого судна. По словам выживших, за билет в Европу они заплатили по 5000 долларов. Они looking for body in the sea, and they will, they have information, they have information about his wife and her brother, and they will looking of, they are in the bodies, in the hospital or in the living. Но на протяжении, это не очень много. Большинство из-за четырех выживших мужчин, по мнению спасателей, женщины и дети остались в трюме. В Греции объявлены трех дневный траур. В последние часы, здесь, многие жители, 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 жители. Благодаря спасателей, они не правительственные организации. В обеспечении операции не требуется, но в связи с специалистами, шансов найти живых уже почти нет. В береговой охране Греции заявляют, что обнаружили лодку еще за сутки до катастрофы, но экипаж и пассажиры отказывались от помощи. Еврокомиссия решила отказаться от услуг китайских компаний Huawei и ZTE для развертывания и поддержки сетей 5G в Европе. В Брюсселе заявили, что сотрудничество с этими фирмами значительно более рискованно, чем с любыми другими. Соединенные Штаты обвиняют эти компании в шпионаже и в нечестной конкуренции. Санкции были введены еще в 2019 году. Ранее вслед за США от сотрудничества с Huawei и некоторыми другими отказались Канада и Великобритания. Страны Европы пока не выработали единую позицию. 24 из 27 включили рекомендации по безопасности в свое законодательство, но лишь 10 предприняли фактические шаги по ограничению участия китайских компаний. Косово Огромная очередь из фур на въезде в частично признанное Косово. Косовские власти не пускают грузовики с сербскими номерами, независимо от того, какие товары они везут. В то же время легковые машины пропускают беспрепятственно. В Приштини заявляют, что это ответ на действия сербящей. Силовые структуры ранее задержали троих косовских полицейских. Причем обе стороны обвиняют друг друга в нарушении границы. Отлука о забрани увоза српске робе уследила е након хапшене троице полицейских от стране српског МУПа, за које косовские институције тврде да су киднаповани на территорији Косова, а српске институције да су ухапшени дубоко на территорији Центральне Србије. Реци ми колико чекаш? Ого, до сад, јуче. Твој име? Абезед, Газмен Касадин. Газмине, ти предпостављам од овога живиш, од овој вођнја. Шта за ово тебе значи? Па, то је потребно за мене. Ако не је потребно, не би дошоо, то ми је рад. За то га се храним деца и фамилјију, и то све. Шта ово значи за вас, предпостављам да живите од овога? Губитак. Губитак и новца, и времена, и живаца. Дапривају, је треба да творим за Холандију, и еврајнске банија. Мора сам да откажем. Шта да је кажем? В Йевросоюзе заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией, поддерживают контакты с обејми странами и активно призывают Белград и Приштино воздержаться от нового обострения ситуации. Европейский Центробанк вновь принял решение о повышении ключевой ставки на четверть процентного пункта. Это уже восьмое повышение меньше, чем за год. В ЕЦБ отметили, что в борьбе с инфляцией еврозоне достигнуты некоторые успехи, но в целом рост цен пока превышает установленные регулятором пределы. В среднем инфляция в еврозоне упала с пиковых 10% до примерно 6%. Но базовая инфляция, которая не учитывает продовольство и энергоносители, снизилась лишь незначительно. Очень низкий уровень безработицы смягчил влияние происходящего на экономику, тем не менее ЕЦБ пересмотрел прогноз на нынешний год. Теперь банк предсказывает сокращение экономики на 0,9%.